МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОМ-Сельмаш працює над зниженням выдатков. За три годы сумма отрималася солідной – 800 млн доларов. У вынику з'явился чистый прибыток. Зараз заводу треба нарушивать объемы витворчасті, как погашать проценты по кредитах и вертаться основные долги. На предприемстве побывала наша здимушная бригада. Кирилл Кананчук – третякурсник Гомельского державного машинобудовничего колледжа. У складе студентского отрада третий день працювал у одним з цехов Гомсельмаша. С працей поспехово справился. Уже отримал свою першую зарплату. Зараз думая про то, як вернуться сюди на практику у будущем годзі. Пришел по собственному желанию студотряд. Отработал здесь три недели. По мне понравилось. Не слишком сложно. Работал я за токарным станком. Выполнял сверлильные операции. Мне понравилось. Я планирую сюда вернуться на практику. Отучиться уже здесь, отработать практику. И, возможно, буду работать здесь. Планы Кирилла Кананчука абсолютно реальны. Летость на предприемство приняли коля 250 молодых специалистов. По планам нашим кадровой политикой предусмотрено прием в течение 2018-го не менее 300 молодых специалистов среднеспециальных учебных заведений, высших учебных заведений. Это технологи, конструкторы. Поэтому кадровый потенциал сегодня огромный. Мы успешно решаем все те задачи, которые ставят перед нами и правительство, и глава государства. Вот это сборочно-сдаточный цех. Тут у сутки с конвейера сходить коля 10 комбайнов. В месяц отримливается амалия 251-к. За 10 годов завод вырубил коля 35 тысяч сельгаз-машин. Две трети из их продали за межи Беларуси. Зараз экспорт складая коля 96%. Купляют с технику Гомсельмаша в 36 краинах. До 2020 года их колькость повинна взрасти до 40. Почарается и ассортимент техники. Особливый гонор зараз – вот этот гигант, який неофицийно отримал назву «Суперкомбайн». Последняя модель – это, естественно, наша гордость. Это машина 21-24, так называемый «Суперкомбайн», который уже собрали. И в данный момент он проходит испытания. Пока успешное испытание. Ждем уже конечных результатов, чтобы проанализировать дальнейшую сборку и качество выпускаемой машины. У разные часы своего иснования Гомсельмаш переживал шмат складанных периодов. От эвакуации завода у военный час у Шалябинскую область и наступного вертания на родину в 43-м годе после вызволения Гомеля. И до совсем недавнего экономического спада на який повплывала агульная ситуация у сусветной экономицы. Самый такой напряженный момент стал 15-й год, экономический спад, который в том числе коснулся и Гомсельмаш. Причина даже не столько внутренние проблемы, сколько внешние. Девальвация российского рубля и все эти моменты, безусловно, отразились на наших экономических показателях. В том числе мы не отрицаем, что без поддержки главы государства в этом вопросе нам очень пришлось быть тяжело. Но сейчас я могу твердо вам сказать, и вы это можете наблюдать своими глазами, что коллектив работает стабильно. Сегодня шестидневная рабочая неделя. В Гомеле прошла конференция по выниках реализации проекта «Соединение развития на мясовом узровне» в Республике Беларусь. Три годы разные инициативы реализовывали в регионе при поддержке программы развития ААН, финансовав их Евросоюз. Тему протягнет Евгения Кухаронак. С 2016 года по 2018 в Гомельском регионе реализовали 51 инициативу. Территория развития стали 11 районов нашей области, переважно те, что потерпели адовары на Чернобыльской АЭС. Проект «Соединение развития на мясовом узровне» в Республике Беларусь допомог активизовать туристичный потенциал малых городов, поселков и вёсок. А кроме того, новыми идеями и проектами пополнилась система додатковой эдукации. И в уголе полепшилась инфраструктура у самых разных населенных пунктах региона. У рамках проекта проводились два конкурса мясцовых инициатив. Основные и додатковые, переможцы другого узнагородили сертификатами подчас конференции. Сертификат на победу, который я получила сегодня, это инициатива «Кормянский районный центр дополнительного образования взрослых». Концепция инициативы предусматривает создание по аналогии с немецкими народными университетами структурной единицы, которая будет заниматься дополнительным образованием взрослых. Это личностное развитие, это профессиональное образование, дополнительное образование, касающееся любых других компетенций. Для того, чтобы человек мог развиваться, получать дополнительную работу, уверенно чувствовать себя в жизни. Конкурс мясцовых инициатив включал два этапы. В первом принимали удел усе районы краины. Было подадено 722 заявки, а маль кожная восьмая из них профинансована. По выниках его проведения вызначили пилотные районы, які затем удельничали у реализации другого основного конкурсного этапа проекта. От Гомельской области одобрали Брагинский, Будокашалевский, Ветковский, Кармянский и Чечерский районы. Наибольшую активность все разъявок переможцев проявили установы адукации, культуры и спорту, аховы здоровья и местовые органы улады. Проект саденчания и развития на местовом узровне Республицы Беларусь даў людям инструмент, які дозволюў активно заденчать потенциал державы, местовых организаций и безвыплатную допомогу про ворошенню проблемы актуальна минавита для их территории. Проект местовых инициатив хоть и подводзіць выники, однак уже плануў вернуться на Гомельщину з новыми пропановами. Министерство економики очень рассчитывал, что при поддержке ПРООН и Евросоюза мы скоро вернёмся на территорию Гомельской области и будем реализовать принципиально новый проект в части поддержки именно малого и среднего бизнеса, его развития на территории тех районов, которые включены в программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Методология, я думаю, скоро будет доработана, и мы сможем обеспечить поддержку инфраструктуры малого и среднего бизнеса, основанной опять же на инициативах из мест, чтобы мы понимали, какие сферы должны быть поддержаны, каким образом. Ну, сами понимаете, один район у нас сельскохозяйственный, другой промышленность, соответственно, поддержка разных районок должна быть разная. До речи, одна из местовых инициатив, реализованных в Кармянском районе, фестиваль «Лениная карусель» с 4-го жнивня планует полторы из минулогодней поспеха, коли на святу райцентр приехали полторы тысячи гостей. Урочистая падея стала штуршком для развития туристичного потенциала Кармянского района, а это значит, проект досягнул своей меты. Евгений Кухаронок, Игорь Марыжченко, телерадио, компания «Гомель». У Беларуси с 1-го жнивня вырасте бюджет прожиточного минимуму, и он складе 213 рублёв 67 копеек. Сумма различывается у середням на душу насельництва и по основных социально-демографичных группах. Сотвержается постановой Минпрацы и Сацобороны разноквартал. От бюджету прожиточного минимуму залежить помер минимальных прационных и социальных пенсий, а так само надбавки до их. С подшатком жнивня изменятся и померы некоторых детячих допомог. До прикладу вырастуть одиночасовые допомоги при народжении дятей. Прационная пенсия у Беларуси у вынеку переразлика с 1-го жнивня повеличится у середнім на 10%. Это предугледжена указом номер 278 о повышении пенсии, який 17-го липеня подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. У вынеку переразлику с 1-го жнивня середний помер пенсии будет складать 364 рубли 20 копеек. Середний помер пенсии по взрости – 374 рубли 33 копееки. У совезе с ростом середней заработной платы так само будут переразличены померы минимальных прационных пенсий, социальных пенсий и надбавок до их. Комитет Державного контроля у Гомельской области проведя горячую линию с жахарами региона по пытанне несвоечасовой выплаты и заработной платы. Звернуться можно 6-го жнивня по телефону у Гомеля 23 83 93. Гарача линия будет працавать с 11 до 12.30. Санэпидемслужба за спякоты узмацнила маніторных магазинов, рынков, объектов громадского харчаванья. Под особливым контролем умовы заховывания продуктов. Так само великая увага надается оздоровленшим и санаторно-курортным организациям, установам дошкольной эдукации. У приватности специалисты проверять, як забеспечивается питный режим, на кольки часто ожитивляется проветривание помешканья, у який час организуются прогулки. Выстава помпезной и роскошной мебли эпохи Наполеона III представлена в Музее истории города Гомеля. Раритеты, створенные вядомыми европейскими майстрами, взятые с приватной коллекции. Сергея Пуцілина. Стиль Наполеона III визначается словами «багатия», «еклектика», что бачно як у використовуемых материалах, так и у декоры. Среди экспонатов представлена корпусная мебля, вітрины, бюрок, амода и люстерка, кольровая гамма, яких вытремана у черных и золотых тонах. Первоначально на всех своих зрителей он произвёл шокирующее впечатление. Затем зрители же и пользователи стали его поклонниками. Затем пережил некоторый период забвения и даже пренебрежения небольшого со стороны коллекционеров. А затем, опять же, был открыт заново. И теперь уже вот он восхищает своей лаконичностью и при этом же своим богатством внешнего вида всех поклонников антиквариата. У другим зале музея зараз денежная выстава «Классика белорусского живопису», присвеченная году малой родимы. Экспозиция уключает 25 полотна у 20 белорусских мастаков. У вазе наведвальникова представлены усены керунки советского академизма у разных сюжетах и интерпретациях аутарау. Не глядячи на розницу, упадавши материалу маэстро, объядное, неазменное любой дародной земли и ее людей, які и стали головными героями работ. Выставы протягнуть свою работу до середины женюня. ГТ и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В ход пошло все, даже охотничье ружье. Гомельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту применения 25-летним жителям деревни Новая Будда огнестрельного оружия. Как выяснилось, мужчина выстрелил в воздух, чтобы припугнуть своего односельчанина. В итоге ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. Лицо задержано. В настоящее время следствие выясняет, откуда у него взялось это оружие. В дальнейшем данному факту тоже будет дана оценка. Оружие, 9 патронов к нему, а также дробь и порох изъяты и направлены в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения баллистической экспертизы. За прошедшие сутки на дороге Гомельской области 18 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 30 не имея водительских прав, сообщили в госавтоинспекции. Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Так, около половины 11 вечера 50-летний водитель, будучи в нетрезвом состоянии и не имея права управления транспортным средством, ехал по кольцу улицы Богдана Хмельницкого, проспекта Октября в Гомеле. И на ходу потерял свою пассажирку. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована в Гомельскую областную больницу. По предварительным данным, она была также в состоянии алкогольного опьянения. Взялся покрасить чужую машину, но совершил ДТП. Сотрудники батальона дорожно-патрульной службы раскрыли все обстоятельства происшествия. 22 июля в дежурную часть ГАИ УВД Гомельского областполкома поступила информация от председателя одного из гаражных кооперативов. Мужчина сообщил, что по улице Междугородняя в Гомеле машина врезалась в припаркованный возле гаража автомобиль. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Его личность и обстоятельства ДТП установили сотрудники ГАИ после беседы с очевидцами. Оказалось, машина, за рулем которой находился виновник происшествия, ему не принадлежала. Связавшись с владельцем транспортного средства, который пояснил, что свой автомобиль он передал на покраску другому человеку, сотрудники госавтоинспекции оперативно установили этого человека, а также нашли автомобиль, который был угнан. В этот же день в отношении 29-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту угона, а также составлено пять административных протоколов, в том числе из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несчастный случай произошел на Реческом опытно-промышленном гидролизном заводе. Сторож 1951 года рождения во время обхода предприятия провалился в открытый канализационный люк. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и, возможно, переломом поясничного отдела позвоночника, рваной раной уха и другими травмами госпитализирован в районную больницу. А лесник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника был смертельно травмирован при валке леса. Районное отдело Следственного комитета по данным фактам проводит проверки. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь и Терегомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В доме футбола состоялась жеребьевка 1-8 финала Кубка Беларуси. Гомельский локомотив снова свой поединок проведет в родных стенах соперник футбольный клуб «Смолевичи». Славия Мозырь на этой стадии турнира ждет в гости Бобруйскую белшину. Гомель свой поединок проведет на стадионе «Центральный» против «Ислачи». На данной стадии победители будут определены по итогам одного матча. Игры пройдут 11 и 12 августа. Вице-чемпион Беларуси по мини-футболу гомельская команда ВРЗ готовится к новому сезону. Первый тренировочный цикл подходит к завершению. На данный момент изменения в стане вагона строителей минимальны. Как мы уже рассказывали, покинули команду галкипер Дмитрий Кудий и полевой игрок Дмитрий Гончаров. Вратарскую линию укрепил Вадим Олешкевич, переехавший в Гомель из Оршанского Витена. Также вместе с командой тренируется молодой гомельский галкипер Артем Петухов. Велика вероятность, что и он окажется в заявке команды на чемпионат. Новичок в поле Валерий Грицовец о белорусском чемпионате украинский легионер знал только из разговоров. Адаптация в новой стране и новой команде прошла без проблем. Среди новых партнеров есть те, с кем довелось играть ранее. Не последнюю роль в выборе сыграло и то, что ВРЗ ставит перед собой самые высокие задачи. Очень легко с ребятами сразу познакомились. На выходных у нас обычно от тренировок парилка та же. Пообщались, со всеми познакомился. Все здорово. В тренировочном процессе все помогают. Все поддерживают, понимают, что сейчас тяжело по камести. Все подсказывают, что делать. Очень легко. В обойме Анатолия Яновского сейчас 16 игроков. Двое из них – Дмитрий Шамли и Дмитрий Рябцев – восстанавливаются после травм и работают вне основной группы. Старт сезона пропустят оба. Первый цикл подготовки ВРЗ завершает тремя спаррингами. 4 и 7 августа против Львовской энергии. 9-го против новой генерации из Сыктывкара. Все поединки пройдут в Гомеле в спорткомплексе «Локомотив». Турниров не планировали, но спарринги, не менее пяти спаррингов, то, что мы планируем сыграть, это да. Сборы у нас. Один уже сбор прошел. Как я уже сказал, что работали на силовой выносливости, в основном делали упор. И сейчас еще планируем, вот отыграем три матча, еще один сбор планируем. Затем опять сыграем матч и еще заключительный третий сбор. Тем временем другого представителя региона, команду БЧ, покинул один из ее сторожилов, Дмитрий Шулькин. Футболист решил не продлевать трудовое соглашение и продолжить карьеру в другом клубе. Цвета железнодорожников Дмитрий Шулькин защищал с 2011 года. За это время игрок провел 194 матча в чемпионате, больше половины с капитанской повязкой и забил 62 мяча. В розыгрыше Кубка страны на его счету 25 сыгранных матчей и 8 результативных ударов. В Гомеле завершилась открытая областная спартакиада детско-юношевских спортивных школ по велосипедному спорту на шоссе памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Василия Адодина. Победителей определяли как в личном, так и командном зачете. Участие приняли около 70 юных спортсменов из Гомеля, Жлобина, Речицы, Калинковичей, Музыря и Будо Кошелева. По программе в первый день индивидуальная гонка на 10 километров, во второй гонка критериум на 15 километров для девушек и 20 для юношей. Соревнования являются отборочными. Лучшие смогут принять участие в республиканской спартакиаде школьников. Это молодые еще спортсмены, 2002-2003 год рождения и моложе. Да, здесь у нас уже принимают участие девушка, которая выиграла спартакиаду школьников Республики Беларусь, Чуянкова Ирина, она из Будо Кошелевского района. Здесь есть парень, который тоже выиграл спартакиаду школьников из города Речицы. Фавориты, к слову, оправдали ожидания. Ирина Чуянкова из Будо Кошелевского района стала лучшей в индивидуальной гонке и гонке критериум. У юношей победы одержали Сергей Будов и Демьян Цуркан. В общекомандном зачете первое место заняла сборная с дюшер номер один города Речицы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.